Благодарю вас за вашу верность, за то, что вы с нами. Тема, о которой я хотел бы сегодня поговорить, сейчас время благословить близких. Цель Господа — благословить наши семьи и, в общем, тех, кто живет в нашем окружении. Будучи пастором, замечаю, что большинство проблем, которые мне открывают верующие, касаются семьи. Речь идет о проблемах между супругами, семейных проблемах, вопросах об образовании и так далее. Есть одна истина, которую мы должны понять, и которой нам важно придерживаться, поскольку она соответствует Божьему плану и звучит от начала до конца Библии. Божье намерение — благословить нас. Бог благословляет свое творение, человека. И первая супружеская пара была благословлена Богом. Затем Бог делегировал это благословение, чтобы мы могли в постоянстве передать его от имени Господа. Например, мы знаем об известном отрывке в книге чисел 6 главе, которое мы называем «Аароновым благословением». Это благословение нужно было произносить ежедневно над народом Израиля. Священники должны были протягивать руки к израильскому народу и благословлять больших и маленьких от имени Бога, говоря, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Этот отрывок ясно показывает, что Бог делегирует свое благословение, и что-то происходит. Слушайте внимательно. Что-то всегда происходит, когда мы благословляем от имени Господа. Когда мы, будучи сами благословлены Богом, передаем благословение тем, кто вокруг нас. Однако не написано о том, что мы благословляем только тех, кто нам симпатичны, а других нет. Когда мы благословляем, высвобождается сила, и Иисус сказал, чтобы мы благословляли даже врагов. В 1-м послании Петра 3-й главе 9-м стихе написано «Благословляйте, не воздавайте злом, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Когда мы принимаем участие в этом акции движения благословения, есть нечто, что возвращается нам. Библия очень ясно говорит, что благословения должны передаваться из поколения в поколение, так как Бог является Богом поколений. Его планы переходят из поколения в поколение. Его верность переходит из рода в род. Много отрывков показывают нам, что Бог — Бог поколений. Итак, необходимо осознать, что мы связаны с одним поколением, которое предшествовало нам, и с другим поколением, которое последует за нами. Мы не просто индивидуальные личности, мы связаны одним генеалогическим деревом. Мы помещены в поколение и являемся звеном одной цепи. Две важные вещи, которые упоминаются в Библии. Мы должны почитать наших отцов и благословлять наших потомков. Это непростая задача, потому что часто происходят разногласия, разрывы, возникают трудности, недопонимания, расставания, разбитые мечты. Бывает, что отдельные звенья в цепях поколений переживают истощение или атаки, которые ясно исходят от врага. Враг желает разрушить благословение и остановить поток благословения из одного поколения в другую. Нам необходимо что-то предпринять сегодня. Божий план остается в силе. Например, он говорит в книге «Второзаконие», 4 главе, 9 стихе, «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведая о них сынам твоим и сынам сынов твоих». У нас есть задача и ответственность передать не только знания, но также опыт, наследие и содержание нашей жизни. Наш опыт хождения с Богом должен передаться через благословение. Я хотел бы теперь напомнить вам о трогательной истории из книги «Бытие», 48 главы. Это история Иакова, который в самом конце своей жизни, в возрасте 147 лет, находясь на смертном адре, видится со всеми своими детьми. Прежде чем к нему заходят его 12 сыновей, некто другой приходит к нему с двумя детьми, с внуками Иакова. Это дети Иосифа. Иосиф — сын, которого Иаков очень любил. В книге «Бытие» 48 главе мы читаем, что Иаков собрал свои силы и сел на постели. В параллельном тексте «Евреи» 11 глава написано о вере. Этот текст резюмирует действия Иакова в одном стихе. «Верую, Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезлу своему». Иакову нужно было завершить очень важное дело — верой и благословением передать нечто внукам. Зачем? Дело в том, что внуки Иакова, то есть дети Иосифа, Ефрем и Монасия, были частично евреями и частично египтянами. Мама их была египтянкой, а папа их, Иосиф, был коренным евреем. Из линии патриархов. Иаков предчувствовал, что будущее его внуков, которых он больше не увидит, крайне важно. Необходимо, чтобы его внуки были сохранены для духовного наследия отцов. Итак, Иаков говорит, «Иосиф, твои дети принадлежат мне». Он, духовно говоря, и верой приобщает их к своему самому близкому кругу, к кругу своих детей. Он благословляет их. В тексте мы видим, с какой точностью он благословляет их. Будучи очень пожилым, наклоненным на своем жезле, он имеет духовное развлечение и выполняет очень важный, масштабный духовный акт. И в завершении я бы хотел сказать следующее. Иаков благословил внуков, которые, с его точки зрения, находились в большей опасности, так как они могли склоняться к тому, чтобы остаться в Египте, во дворце фараона. Они могли бы жить с подобным язычником, не принимая участия в вечных планах, которые Бог имел для израильского народа. Иаков сказал, необходимо, чтобы они, когда придет время, вышли из Египта вместе с нами и вошли в Канаан. Они не дома, а здесь, в Египте. Они являются частью другого царства. Так что, дорогие друзья, когда вы благословляете близких, вы верой говорите, необходимо, чтобы это братство, эти семьи, мой муж или моя жена, мои дети, мои внуки и даже расширенная семья принадлежали Царству Божьему. Ради этого благословляю их, молюсь за них и верой ожидаю Божьего действия. Когда вы таким образом молитесь, Бог слышит, такая молитва совершенно соответствует Слову Божьему. Бог поколений желает, чтобы ваше потомство и ваше расширенная семья находились в центре его благословений. Он желает своей благословляющей рукой коснуться вашей семьи. Спасешься ты и весь дом твой. Так же, как и Иаков. Благословляйте все поколения своей расширенной семьи, чтобы все были спасены, услышали Евангелие и вместе с вами шли по пути вечной жизни. В этом смысле желаю вам успехов. Будьте послушны Слову Божьему и вы обязательно увидите результаты.